Разминка Разминка Постепенная С буквально вот такого движения До всего комплекса, который я сейчас буду делать Первое движение Это перекаты головой Обязательно разминаем шею Просто катаем Не вот так вот делаем, а перекатываем Растягиваем шею Сильно растягиваем Оборот в одну сторону делаем Оборот в другую Сильно назад не закидывать голову Делаем вращательное движение Чтобы разогреть шею В шее очень много сосудов магистральных И периферических Которые идут к головному мозгу Поэтому обязательно разминать, разогревать Чтобы голова была Не тугой Зачем я в куртке, в шапке Я бы на самом деле еще капюшон надел Но пока не буду В общем ребята, когда вы разминаете плечи, локти, кисти Корпус Тазобедренные суставы Нужно быть тепло одетыми Зачем? Потому что это все слабенькие связочки И нужно их прогревать максимально хорошо Поэтому я одеваюсь тепло Поэтому я советую всем своим ученикам Одевать толстовки с капюшоном Капюшон за тем, чтобы греть шею Все лимфоузлы, все связки Чтоб все прогрелось А уже на самой тренировке можете все снять Следующее движение Это Махи руками Вращательное движение Но не делаем их Такими прям высокими Делаем так, чтобы плечу не было больно Греем плечо Туда помахали В обратную сторону помахали Поделали ножницы Ножницы делаем быстро Внизу их не делаем Повыше делаем Лопаточки стараемся сводить Берем правую руку Тянем ее на себя Растягиваем плечо Связочки растягиваем Левая рука делает то же самое Теперь ручки в стороны Делаем, вращаем движение Почему мы не делаем вперед? Почему мы не делаем вниз? Потому что когда рука у нас в сторону Плечо в этот момент разворачивается То есть оно крутится То есть помимо локтевого сустава Мы разогреваем еще и плечи Что значит разогреть сустав? Зачем его нужно разминать? Затем, чтобы нагнать в него кровь Разогреть синавиальную жидкость Чтобы он был разогретым Но это процесс не быстрый То есть я в каком-то разборе полетов Говорил про это То, что парни делают Пару секунд И думают, что все окей Нет Кисти крутить Лично я разминаю кисти Минут 5 непрерывно Сейчас объясню Как это все делать, чтобы мне надоело Как же крутить долго кисти При этом не соскучиться Я делаю это так Разминаю кисти Одновременно с кистями Я разогреваю голеностопы То есть я делаю вращение Голеностопом правым Пока разминаю свои кисти Это все делаю долго Если я буду полноценную Свою разминку показывать Вы постареете Короче за это время Поэтому я все буду делать сокращенно Вот я перехожу на левый голеностоп То же самое левым голеностопом Кисти я постараюсь крутить побыстрее Чтобы совсем не соскучиться Потом я продолжаю крутить кисти Перехожу на вращение тазом Голова у меня на месте Разминаем тазобедренные суставы Опять же Суть та же Мы греем сустав Греем Соответственно делаем все долго Без резких движений Амплитуду не надо делать большую Просто вращать Просто вращать Кисти тоже не нужно напрягать Просто делаем Просто делаем То же самое Переходим на корпус Корпус разминаем Кисти вращаем Корпус разминаем Вот в таком вот режиме Я грею свои кисти Пять минут Кисти это у нас самый Больной сустав Который болит всегда Если его не разминать Вот таким вот образом Я разминаю пять минут Свои кисти Повороты корпусом Следующий у нас Поворачиваем таким образом Чтобы мы делали это без рывков Но при этом Вот таких поворотов делать не надо Стараться сильнее скрутить Сильнее скрутить Но при этом без рывков Локти выше Локти выше И когда Крутимся дальше Локтем бэм добили Добиваем локтем Спину очень важно разминать Для твистов Для 99 Для свайпса Для каких-то фризов Гнутых Всяких Чтобы позвоночник у вас Не закусывало Можете чуть-чуть ускориться Если чувствуете Что уже подразогрелись Отсюда переходим В наклончики вперед Ножки вместе сделали Я делаю это так Я делаю Три наклона вперед Один назад Раз Два Три И медленно назад Оп Прогнулся снова С два Три Медленно назад Оп Раз Два Три Задержал Медленно назад Следующая Разминка коленей Берем Ну я по крайней мере так делаю Беру руками Свои коленные суставы Чтобы они еще дополнительно Грелись ладошками И вращательное движение Мы делаем Внутрь вращаем Наружу вращаем Я люблю чередовать Два внутрь Два наружу Два внутрь Два наружу Вот так вот Греем У меня проблемы были с суставами Я поза лотоса всякие делал Ноги за голову Поэтому для меня это упражнение Прям чуть ли не панацея была Чтоб колени не болели Многие ребята пишут мне Сними видео урок по растяжке Ребята у меня нет такой грандиозной растяжки Как вы наверное думаете Чтобы о ней еще и обучалки снимать Но все что у меня есть Я получил не растягиваясь То есть я просто перед каждой тренировкой Разминал свои связки на ногах Вот и все То есть я никогда в жизни не уделял Какого-то особого значения Дополнительного времени может быть На растяжку Я просто делал следующий комплекс Растяжки Который я вам покажу Перед каждой тренировкой И все И вот так появилась моя растяжка Ноги широко ставим Правую ногу сгибаем Опускаемся вот таким вот образом Руки перед собой ставим Левая нога прямая Носок смотрит вверх На пятке я не сижу Расстояние Хоп И вот такими вот покачивающими Движениями Я растягиваю Тот самый поперечный шпагат Веревка Так сказать Вот так вот он и растягивается Ребята Меняем ногу То же самое На пятке не сидеть Тело параллельно полу должно быть Носок вверх смотрит Вот так не надо растягиваться Почему нельзя вот так растягиваться Здесь вот есть слабенькая связка на колене И она будет травмироваться От того что вы давите Таким вот образом Если вы поднимете носок вверх Снизу связка гораздо прочнее И вы ее и растягиваете То что вам нужно Поменяли еще раз Ну в общем меняем туда-сюда Туда-сюда Потом плавненько переходим на веревку Садимся на веревку Тут просто сидим То есть тут нужно просто сидеть Терпеть Именно терпеть Ну можно Руки на локти поставить Да если у кого растяжечка уже нормальная И просто терпим Разъезжаемся Стараемся поерзать там ногами Чуть-чуть попокачиваться Отсюда мы сразу переходим В сидящее положение Ножки у нас в стороны Максимально широко То есть с веревки мы садимся Что мы дальше делаем Мы беремся двумя руками За левый или правый носок В данном случае за правый Подержались за него Долго подержались Кто может нормально берется за пятку Держимся за пятку Долго-долго-долго То же самое Левая За носок взялись Кто может браться за пятку Берется за пятку Долго-долго держимся Потом мы отсюда переходим Вперед Вперед Легли вперед Тут тоже нужно просто терпеть То есть вот из этого положения Ниже Хоп опустили Здесь потерпели Еще ниже Хоп опустились Потерпели Полностью легли Потерпели Вот так вот делаем После этого всего Мы делаем резкими движениями То есть мы напрягаем ноги Так, чтобы наши пятки Отрывались вверх Вот таким вот образом И резкими движениями По два раза Каждой ноге И вперед То есть сделаем Жестко Жестко Ноги должны сжечь Такое приятное должно быть Ощущение утомления Связки Из этого положения Ноги складываем Вот сюда И здесь Тянем колени к полу Стараемся дотянуть Вот кого как у меня Не получается дотягивать Не локтями это делаем Потому что тут Локтями уже не дотянуться То есть если у вас Вот такая растяжка Да, тут можно еще Локтями тянуть Если у вас уже Более-менее растяжка То вам нужно Тянуть Ладошками То есть Сжать ладошкой Сжать в пол Бэм Вот таким вот образом Растягиваем Дальше выпрямляем ноги вперед Выпрямили ноги вперед Опять же У кого все плохо Берется за носки У кого даже этого нет Сгибает ноги Берется за носки Крепко взялись Выпрямили Терпим Жжение У кого все окей Берется за пятки Берется за пятки И там Пытается Дотянуться Пузом До Бедра Вот в общем-то И вся моя разминка Плюсом к этому всему Если вы тренируете Флай Добавляете следующее упражнение Берете себя под колено Не под голеностопа Под колено Тянете очень сильно Плечо То есть правое колено К правому плечу Левое колено К левому плечу Потом Правое К противоположному тянем Левое К противоположному тянем Делаем выпады Руки на поясе Задняя нога Прямая Покачались на одной Покачались на второй Покачиваемся Покачиваемся Зачем это делать? Затем, чтобы на флайе Не хрустели ноги Вот так вот я разминаюсь Перед каждой своей тренировкой Без исключения Единственное Чаще всего я разминаюсь дома То есть я разминаюсь дома Прихожу в зал И сразу начинаю разогреваться Как я разогреваюсь? Я разогреваюсь Танцуя На топ-роке На футверке Топ-роком я греюсь В общем и целом Вместо бега То есть мне скучно бегать Я лучше потанцую на топ-роке Чем буду тупо бегать По залу кругами И футверком я разогреваю Свои ноги Чтобы безболезненно Делать пауэр-мув Поэтому и вам советую Не пренебрегайте этим Заодно это будет вам бонус Вы будете развивать свой танец Всем удачи Всем пока Рубите крамсайте Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин